Ну, конкретный человек, именно чтобы я вот стала Ксении Стриж, конечно, не повлиял, было стечение обстоятельств. Нет, ну можно назвать некого Константина, корреспондента там некогда какого-то канала, моего давнешнего знакомого, он, по-моему, сейчас даже и не живет в стране нашей, вот, которого я встретила в определенное время, в определенном месте, он сказал, ты что сейчас делаешь? Я говорю, я уволилась из театра, не знаю, что делать дальше. Он говорит, да ты что, сейчас же бомба, набор, французы приехали. И дал мне номер телефона, и вот Европа плюс, Москва, вот это вообще, это бомба, это вообще новое, вообще Вене, все. И я позвонила, вот, пошла в Анкорту, и все, то есть вот, ну, он ничего для этого не сделал, просто я, это стечение обстоятельств, то есть он мне просто об этом сообщил, потому что, может быть, даже я радио не слушала, и я, может быть, даже об этом никогда в жизни бы не узнала. Вот, ну, узнала бы когда-нибудь, когда уже там были бы другие люди набранные и так далее, и была бы я не в первом наборе, да, на этой станции. Вот, а так, я так думаю, что, конечно, конечно, как-то, наверное, наверное, от меня очень много зависело, вот, то, что я делала. И, естественно, вовремя все это, мы были первые. Если бы мы были седьмые или восьмые, такой бы, такого фурора это не произвело. Поэтому это истерия, если бы сейчас появилась группа «Машины времени», разве она стала легендой? Нет, конечно, она просто появилась очень вовремя.